Сражается очень достойно, добирает себе Warlock'a, Virtus.pro на Last Pick. У меня такое складывается ощущение, что Virtus.pro просто не обращает внимания на драфтопротивника, а они просто набирают то, что они тут хочется. Это стиль Арстайла. То есть полный игнор противника? Вы набираете, что хотите, а мы возьмем, что мы хотим. Хороший план. Но это работает тогда, когда вы просто сильнее своего оппонента в индивидуальном плане или в командном плане. А это опять же как раз черта Ивана Арстайла. Вспомни его интервью, если ты его смотрел, с первого Интернешнл. Говорит, нам без разницы, чем они играют. Мы будем играть в свою доту, мы уверены в себе, мы их обыграем, мы их сделаем, мы самые крутые. Это Ванькин стиль, Ванькин характер, я знаю. Очень есть такой игрок в Virtus.pro, который на похожие слова обычно говорит. Вот прям очень похожий. Похожий прям на стиль Арстайла. Они сработаются. Возможно. Так, ну что, поехали смотреть. Классическая пауза. Классическая пауза. Она секунд на 10, не больше. Бывает и меньше. Бывает чуть и больше. Проблем зависит. Ну да, это варлок в центр от NoWana. Вот просто варлок в центр. Не больше, не меньше. Мне нравится, кстати, именно варлок в центр, а не в суппорт. Хороший левел. Быстрые банды. Выход в Hand of Midas, в Аганим. Да, да, все еще быстро. Да, даже можно без Аганима какой-нибудь. Может, есть другие артефакты какие-то. Можно подсобирать. Как вариант, да. Вполне себе. Ну что ж, Соло отправляется на рубки сразу же расставлять варды. Через ТП под смоком, соответственно. Лил играет на своем фирменном суппорт вивере. Тоже, в принципе, ничего не было. Чем тут можно ловить фирменного суппорта вивера? Его можно здесь ловить за стан Слардара легко. Ну да. Никс ловит через Карапейс и Вендетту. Соответственно, Саленсер может ловить на глобал. Ну есть, есть на самом деле, чем подлавливать вивера. То есть, это прям не совсем уж такая большая проблема. Проблема, мне кажется, в том, что вот с Рейней очень быстро падать будет у коллектива эффект. И вот с этим нужно будет справляться каким-то образом. Потому что там Дроу Рейнджер будет набирать с легкой линии левел, будет даровать и себе урона побольше, и своим тиммейтам урона побольше. Тот же самый Вивер уже с Блайдстоуном, уже с прибавкой по урону. Довольно серьезная такая проблема. Да, 64 дамэджа на вивере неприятно. Отправляться будут они, конечно, на легкую линию. Трипло и Шачло будет им противостоять на Никсе. Снайпер Тафонин же будет стоять в центральном коридоре. Роджер суппорт Слардер, соответственно. Сидой сыграет на керри Фантома, Ассатин и Арзик на спортом пятой позиции Саленсер. Это какое-то у них внутриигровое общение, но безусловно, конечно. Ребята, которые друг друга хорошо знают. Вообще тут вряд ли найти таких игроков, которые друга не знают в каждом матче. Ну да, одна большая такая семья. Ну кто-то, может быть, новенький входит. Из хайвов, наверное. Да, они очень быстро в эту тусовку вписываются. Как раз если ты уже где-то участвуешь на каких-то этих крупных чемпионатах, а закрытые квалификации к мажору, я считаю, очень крупными, то рано или поздно ты уже окажешься в этой тусовке. То есть считай уже в ней. Более того, конечно, каждый из игроков, но я думаю, что за редким исключением, обладает рейтингом больше 7 тысяч. Соответственно, примерно в одном диапазоне они играют в пабликах. В РММах имеется. Ну смотри, у нас команда Каманчи, да, вот недавно появилась, это такие ребята, как бы новички на международной дота-сцене, на СНГ. Ну, ARK появился, да. Да, и просто вот уже играют в керри, в империи на керри играет. Да, хороших примеров у нас хватает. Действительно, эти молодые игроки, 19-летние, с 8 тысяч соло рейтинга, просто приходят, впиваются в любую киберспортивную организацию и показывают тебя очень достойно. Ну что, у нас начинаются такие небольшие столкновения. Соло пытается прогнать шачло с линией, понятное дело. Здесь эффекты попробуют не допустить фарм Паши. Потому что Паша с пурманшилдом, конечно, экспон получает, но хочется еще и от экспириенс его каким-то образом оградить. Но то кентавр, то кентавр, которого убивать очень сложно. Да, с пурманшилдом сложненько его вообще демош не наносит. Реторн качают сейчас Пашу, да, и Арзик будет больше страдать. Да, его только что Арзик погладил и хп даже не отнимал. Он будет же сам танго тратить, Арзик ударяет, хп тратится. Минус двадцатник. Да, ну неприятно, конечно. Пашу таким образом вообще не отзонить. Никак совсем. Вот мне центральный коридор очень интересует, конечно, насколько хорош будет Ноу Ван против снайпера на этой линии. Мы знаем, что у Варлока сам по себе тычка с руки такая довольно увесистая на первых левелах. Это тебе не Шадо Финт, 45 демошек. Да, это еще все-все-все подавры творится. Это будет очень неприятно стоять снайпера. 73 урона с руки на данный момент против Афонин, у которого 52 урона с руки. То есть разница нам прям чувствуется в двадцатник. Да, и Ноу Ван может перекроярнуть. Просто по таврам даже с Вова добивает все. Слордар забежал у нас на вражеский шрайн. Забрать у Кентавра Икспу, чтобы он спокойно так лису не фармил. Аблон где отобрал Роджера? Слушай, какой агрессивный парень. Паша мог сделать в ответочку, но встану с лордара был куда быстрее. Но, тем не менее, Паша все равно делает то, что он изначально хотел сделать. То есть фармить лиса. Он понимает, что на линию пока его не пускают. Ему с крипами повезло. Сейчас попали здесь урсы, он две сергины потерял. Да, но так с пурманшилдом можно против этих сатиров стоять. В целом фармить неплохо. По третьей минуте появятся новые, соответственно, крипы. Можно отсюда и не уходить. Для него, конечно, будет у Слады, если суппортов покинут линию и останется он тет на тет против Фантомки. Тогда он, конечно, будет чувствовать себя королем. Так, сбегает Лил, Курьер. Бам-бам. Отлично. Ну, это Лил. Шапнели пошли. А вы знаете, кулдаун на Шапнель, точнее, на Шикучи очень большой. Истана промазал. Карапейс тот самый Лил пытается маневрировать, ушел в сторону, и никто его не увидел. Ты понимаешь, что он взял на Шапнель, зашел? Его не крипы убили, его убило Фоня. Зачем ты так сделал? Ну, там, он понимал, что там Никс и снайпер. Нет, на Шикучи он грамотно уходил. Да, грамотно уходил. Шапнели второго уровня, они просто убили его. Ну, бывает. А на того стоило, я вот так могу сказать. Курьера убить, это, конечно, полезное действие. Ну, ты всем голдушечку дал. 750 голды, заработал к на Лиле. Да, это действительно очень важно. Ну, что Вивер. Вивер, левел маленький, появился уже сразу же. Отправился на ТП, на легкую линию, продолжает заниматься своими вещами. Поэтому, типа, полный порядок. Никса, конечно, прогнать с линии будет сложно. Тот же самый Пурманшилд, уже и сапог, Шачло левел третий сейчас. Хотя, вы знаете, подловили телекинез, стараются пробить. Есть Карапейс, Фейдболт, ну, не хватает, не хватает ресурсов. Ботинок, Пурманшилд, очень трудно пробить, быстро бегает уже и спокойно уходит. Даже на первого левела Карпаса просто убегает. Да, просто смотался. Если какой-то подхил, святыня была уже использована. Шачло, без ХП, без МП. Шлават. Ну, в принципе, ХП-то он восстановит сейчас. Центр, тем временем, атака пошла на Ноу Вана. Роджер отлично догоняет Ноу Вана, дает ему стан, на фоне расстреливает. Арзик тоже рядышком. Очередное убийство. А там Паша не совладал с нейтральными крипами. Ты посмотри, сколько ХП осталось у этого Хлбэнсмэшера. Как ты и сказал, появится Урса, останется без ХП. Вот-вот остался без ХП. Обидно, еще и Баунтируна появилась, конечно, очень обидно. И самое главное, столько времени проведешь на верность. Представляешь, что если сейчас Лородар зайдет просто так прочекать? Он заберет просто по удару, по там, на одну же себе удар, и там второй три, да? И Баунтируна забирается и говорит, здравствуйте, вот вам подарок на Рождество. Занят был немного Роджер, конечно, тем, что он находился в странном коридоре. И Паша свой заберет. Все, да, заберет тут. Четвертый левел получит тут. Последние апдейты сыграли не на руку Паше. Вот это обновление, где теперь от нейтральных крипов ты очень долго в таверне сидишь. 28 секунд, да? Ну, что-то 20 с чем, да. Неприятно, неприятно, но, тем не менее, все свое Паша все равно забрал и вернулся опять-таки науфлейт. Ну, вот теперь против соло седого стоять целым можно. Седой левел 5, еще критов никаких нет. Скорба получится, а сейчас соло в этот соло 6 левел быстро получает. На самом деле неприятно потом будет закидывать под орбу Фенома, под дротиками. Как раз если Паша будет уходить, просто постоянно получает. Ну, всяко проще, конечно, чем против триплы стоять. Но трипла уже опять-таки сформирована. Сланбр отвернулся, сфернулся Арзик и там лил снизу. Нет, не снизу. Снайпером центре. Да, ворвались, убили тут вместе с соло, вместе с ноу-ваном. Неплохо получилось. Ну, полезное действие, а то опять-таки обиджали разок ноу-ван, а также ответить в ответ нужно было, конечно, убивать и снайпера. Убили. 1-2, первый фраг для Virtus.pro. Ну, ты знаешь, действительно, эффекты пока неплохо очень выглядят. Действуют как нужно. Суппорты роумит, стараются убивать, убивать получается. Если нужно было отзонить Пашу, Пашу отзонили. В целом, все вполне приятно. Ну, и лил хорошо отвечает. Тем временем тоже он забрал Курьера, помог сделать скилл как раз на фоне, не на снайпере в миде. Тоже как раз своего суперсигнатурного вивера показывает во всей красе. Да, и дэмодж прибавляется, видим, понемногу. Уже практически 90 урона с руки. Не забываем про двойную тычку и наличие Блайтстоуна. Соответственно, любой герой здесь будет страдать такой атакой. А обратите внимание на вард, который уже поставили Virtus.pro. Агрессивный вард, который очень много показывает. Сейчас передвижение саленсера, например, видны. Нет центрей, чтобы раздевардить точку. И вот такой саленсер, который так вот будет гулять под этим вардом. Если тут окажется вивер, он просто его сотрет. Телепорт в кулдауне. Но повезло, что здесь не было вивера. Да, ну 90 это опять-таки один удар. Сразу двойной удар, это уже минус 180. Ну, опять-таки, усидывать нужно еще физрезист. Сколько? 109 уже. Много, много, много. Ну, теперь под смоками саммит будут нападать Арзик вместе с Роджером. Удалось такой же комбинацией уничтожить Ноу Вана разок. И вот здесь Рамзес тоже в целом почитал ситуацию. Просто оттягивается с легкой линией. Поставили центри. Сентри не самый удачный. И убегает пока Роджер. Роджер любитель поромить. И ой, на мидл сейчас будет выход. Какой? Нет, там лил. Роджер-то на хосте, слушай. Можно пытаться на Ноу Вана атаковать. Но у Вана уже есть големы. План перехват. Ловит соло. Силикинезом откидывается Роджер. Роджер ТП. Да, ну дэмэдж у вас... О, как больно-то по Роджеру. Очень больно. Двойная тычка вот эта. Она реально очень больно пробивала. 112 уже дэмэджем. Еще побольше урона и все. Таким вот образом уже Слартера не будет. Уходите. Хотя вроде казалось бы Транквилы там, да, и Армора шестерка. Все равно больно. 1-2. Много очень перемещений. Очень много перемещений от суппортов обеих команд. Но вот решать... Шача 6-й левел получить нужно тут. И он тогда уйдет. Смотри, там нету, по идее, 6-й левел. Братан, надо было... Крипа надо было добивать Шачлова. А тут Сентря. А тут Сентря. А, ну все. Нет, неграмотно сейчас у Телкинез. Телкинез. Вот Крип сейчас должен покинуть Шачлова. Вот дождись. Надо было добить вот этого одного большого Крипа. Ну то ли он не посмотрел, сколько у него XP осталось. Ну то действительно копейки оставались. Неловкий момент такой получился. Второй фраг для Virtus.Pro в миде Арзик, кстати, пострадал. Но Ван скинул големов. Ну так, слушайте, а может быть Арзик-то и погибнет? Шаду Ворту висит. Афонин останавливает голема. Арзик бегает. И... Да, он там просто еще крипы были под бандами все висело. По крипам постучал, крипов убил. И очень много демэжей нанесло просто за счет бандов. Да, не было, конечно, Святыни. Святыня могла бы, конечно, серьезно выручить Саленсера. Он успел добежать. Он к ней шел, наверное. Да. Роджер заходит. Есть стан. Седой тоже здесь. И Фрингдакер без крита. Да, пока Соло кидывает с телекинезом. Седой прыгивает. Тут же ТП от Рамзеса. Знает, что краша нет. Сналет неча. Но вот Соло сможет ли уйти? Чем-то с Тифингдакер дает раз критом. Есть краш от Роджер. Выбивает с руки. Очень больно. Соло погибает. Ну и Лил прячется пусто. Без МП. У него маны нет. У него маны нет. У него 5 маны. Арзик говорит привет. Лил говорит привет. Так. Все, разбежались в разные стороны. Да нет. В центре ставятся, конечно. Вот мне Шикучи. Все, Шикучи больше нет. Шикучи больше не будет. Вот сейчас должен быть план перехват. Лил прячется. Он понимает, выходить нельзя. Роджера чуть не убил. Ну стан получает. С Тифингдаггер очередной. Без шансов для Алины. С критом. Вылетел из Седой. Седуха забирает у нас. Ну. Знаешь, здорово перемещается эффект. Мне нравится, как реагирует, например, на все действия на карте Седой. Вот Фантомка не страшно. Вангуард купил в бой. Вот с Вангуартом сейчас Фантомка действительно очень сложно убиваемый персонаж. Да. И при этом критует. Причем везет. Вот Стифингдаггер крит, Стифингдаггер крит. Ну. Не забывая про псевдорандом. Вот ему пару раз так повезло, а потом 10 раз так вылетать не будет. А ты 10 раз бьешь крипов, ждешь, когда накрутится опять псевдорандом, и пошел опять в бой героя. Ну да. Так, на соло, на атака. На этот раз без критов, да и так дамеджа хватает. Ну да, начинают терроризировать эффект. Очень серьезно играют. Очень здорово играют. Так, пятый фраг, сейчас криним в копилку, и можно забирать еще и вышку по нижнему коридору. Здесь 4 персонажа, не хватает лишь только одного Афони. На Афоне тоже может потянуться. Афон пока стоит аккуратнее, у него были, конечно, проблемы чуть в начале. У Варлока, наверное, там Мидас приближается. Да, это Мидас, да, Мидасик. Вначальный запак сделал, взял себе Фейзен, Ультарисман, Боттл, Мэджик Вонт, но дальше уже действительно выходить в Хэндов Мидас. Такой закуп мидера, так называемый. Ну и вышку снизу потеряли. Соло Кентавра. Кентавра тут одного оставили, где-то он там фармил, и даггер, да, тоже 600 голд остается даггером. Так, на верхней линии. Опа-па, подкопал Шачлок, Курса, Ластворд, Шакучайм пытается мотаться лил. В принципе, получается это сделать, на случай чего Паша был готов еще стампид. Вот стампид, конечно, будет иметь ключевое значение в уже последующих файтах. Я говорю уже ближе о лейт игре какой-то. Мы видели вчера одного Кентавра, который купил себе аганем-рефрешер и фактически вывез игру. То есть был такое, по-моему, от Спирит эта игра была. Да, Кентавры сейчас в современном мете, в принципе, каждую игру вытаскивают за счет своего аганема. Очень ряд Кентавров проигрывают. Винрейт Кентавра просто бешеный. Так от кого-то спасал стампидом сейчас Паша? Видимо, Соло спасал. Соло спасал, да, там атака вот в фантомке была. Седой, да, Седой, конечно, Соло будет убивать на раз-два. Крит сработал, считай труп. Полный Аквилл собирает как раз на реген маной. Слушай, Аквилл, по-моему, была уже у ребят, да, в фоне навести. Да, пусть еще одна будет. Это чисто ему, чтобы бегать, ману регенить, как раз и дротики раскидывать. Или угодно. Арзикова оставляет пока одного на верхней линии. Это правильно, потому что нужен Global Signs. Чем скорее получит команда эффект глобал, тем нужно будет еще эффектнее врываться коллективу эффекта на противника. Главное не умерять. Да, он не умеряет, потому что Вивер прибежит, там под стампит. Как раз когда открутится, можно спокойно таких сайлсеров забирать халявных. Сейчас мочок будет у нас от команды ВП. Да, Лилл тоже заквил уже. Здесь Соло, Соло левел 6, имеется сполз сил, пока ничего ворованного. Паша стампит не имеет. Не имеет блинкдаггер, но все идет с командой. Так, план перехвата. Слушайте, Смог сейчас спадет, и тут бегает внезапно Шачло. Оп, Смог спал, и, ребят, а как просветку? Сентри ставит слишком поздно, Шачло просто убежал, да, он фул. Хорошая перебежка, Шачло. Опасная довольно-таки, но хорошая получилась. Очень в тайминг он зашел. Вот чуть-чуть позже на этот как раунд заходил, уже Лилл поставил Сентриуса, да, и неприятности были бы. Но Соло поздно реагировал очень. Варлок с дабл-дамажем. Опасно, Кентавр. Кентавр с дайгром, нет? Да, нет. Кентавр с дайгром? Кентавр нет, он еще без гентаггера. А, еще 300 голды. Ну, откатывается скоро уже стампит. Тут крутится-вертится пятерка Virtus Pro, но что они здесь могут сделать, большой вопрос. Конечно, у Нувана есть големы. Големы хотят напасть на этот тавр под дабл-дамаж от Варлока. У него там почти 250 дамага. И тавр будет, конечно, проседать серьезно. Еще 200 хп, самого Варлока, конечно, бить тоже неприятно. Шесть армора пока имеется. Да, ну и вышка падает. Ускоряет с тверением Роджер. Залетает. Короче, кейс есть глобал теперь. Попытается убить Нуван. Нуван страдает довольно серьезно, нован погибает. И стампит только сейчас активирует пашу. После того, как глобал спал, в итоге падает в ответ Роджер. Размен один в один. Стивен Даггер стоит дырять дальше. Большие проблемы сейчас могут быть у Лилы. Лил выходит. Варлок укупается. Варлок укупается. Слушай, план перехвата теперь. Надо уходить. Уйдут Лилы, да, ушли. И Арзик топил Лилу. Но снайпер живой. Кто забрал у нас Варлока? Не снайпер ли случайно? Нажмите Enter. Нет. Афанин никого не забрал, но не суть важна. Варлока забрали. Варлок очень расфармленный. Неплохо. И он еще выкупился. Вот то, что сделал выкуп, конечно, да, это довольно серьезно. А он еще и находит Шачло. И после байбэка погибать совсем не хочется. Вот так ворует баунтируемый Шачло. Подтягивается Роджер. Но ван. На себя, конечно, Шадоу Ворд. Голем и все еще имеется. На святыню как раз таки команда идет на поддержку. Подтягивается Рамзес. Голем выкидывается. В Карапейс, но не страшно. Кентавр. Вот он со станом вырывается по двоим. Отличная реакция от Пажа. Минус два героя. Вертус Про здесь наказали за наглость. Зачем они пошли, я не понимаю. По Шрайн бежали. Соло-соло перехватывает Арзик и сейчас может это сделать. Соло через Туман Майны Арзик бегает. Наконец-таки есть Телекинез. Рамзес такует. И Пажа врывается. Три килла на пустом месте. Не должны так умирать эффекты. Причем, почему так получилось сделать минус три? Из того, что Нуван выкупился и на него напали. Глупая какая-то ситуация получается, но это действительно так. Нувана набросились в очередной раз и за это, конечно, поплатились эффекты. Причем у него было 800 голды всего лишь. У него там вот из-за этого выкупа отложился Мидас очень сильно. И сейчас как раз из-за этих трех киллов он вернулся. И вот он свиток Мидас и несет буквально за минуту. Все обратно установил. Как-то все склеивается постоянно в Вертус Про, да? То есть вот даже в таких моментах... Сходится пазл. Сходится пазл. Вот реально просто сходится. Вот казалось бы, ситуация не очень хорошая для мидера. Он выкупается на 13-й минуте. Ну что может быть хуже? Оказывается, вполне даже нормально. Выкупился, Мидас купил. Отлично. Дорогих убили. Бред. Ну так бывает будет. 8-7, Вертус Про впереди. Дело в случае. 3000 колды, они все еще впереди. Все-таки это драка в купе, если считать. И первое, там начальное сражение какое-то, и второе, потеря трех героев, эффекты, потери вышки. Все это привело к тому, что Вертус Про лишь только нарастили свое преимущество и выходит вперед. На 14-й минуте. Да, из первых шести нетворсов 4 за Вертус Про. Налил. Мы знаем, что это фармящая четверка, и поэтому Вивер тоже опасен. В Виверу все очень хорошо. У него именно вот эти начальные боевые артефакты. Сканирование области сейчас прошло довольно хорошее Вертус Про. Лил чекает территорию тут же, использует таймлэпс, уходит из-под атаки под смоком от эффекта. Будет ли ответная атака стороны Вертус Про? Нет голема, казалось бы, но, по-моему, Вертус Про это не останавливает. Туда заходить нельзя. Там шрайн. Шрайн фуловый. Вот так вот могут сделать. Очень хорошо. Рошана? Жесткое решение, на самом деле. И если не ожидает такой наглости и Вертус Про. Просто не ожидаю. Тайминг кулдауна в голема, судя по всему, пошли. И именно это им дает мотивация идти вперед на Рошана. Все, Кентавр прощекал. Микса подцепили. Крапейс прошел. Отличный гаст. Еще и зацепил при этом гаст Арзика. Арзик не смог откинуться Ластвордом, например. На Седухе дабл дамаж. Ой, по-моему, Арзик стопит. Пошел. Седой здесь. Кентавра просто погибает. Размер один в два. Здесь Роджер не добегает до оппонента. Хочет дать краш. Краш все-таки подает. Считывая, они убивают еще и Лила, но погибает при этом сам Роджер. Седой оттягивается. Есть дабл дамаж. Крайне опасный персонаж. Корозив Хейс висит. Сейчас Астинейт залетает по Соло. Стифлинг Даггер. Крапейс ворованный. Чуть себе лицо не поломал. А если был бы Крит? А если был бы Крит, во-первых. Если был бы мало ХП у Седого. Это бы совсем жестко было. Это жесткий момент. Крапейс штука такая интересная. Соло хорошо соровал. Так, ну такая драка произошла. 2 в 3, в которой Virtus Pro вышли победителями. И при этом, при всем, они дрались без Голема. А, Голем сейчас появится через 4 секунды. Голем будет, и теперь уже драться будет намного проще. Силенсор как-то неудачно подставился. Пошел прям в центр замеса. Его там быстро очень вкуснули. Мягкий герой. Да, он там на речке или гулял, конечно. Никс тоже подставился. Не очень комфортно. А Рошан у нас с половиной здоровья. Теперь уже Virtus Pro претендует на то, чтобы этого Рошана забрать самостоятельно. И теперь уже по моменту, смогут ли эффекты навязать там борьбу. Есть Global. За время Global нужно будет убивать противника. Роджер ускоряется. Вот он Лил. Global залетает. Большие проблемы у Лилы. Залетает и очень быстро его уничтожает. Майбэк, соответственно, нет. Таймлэпс не дать. Паша. Голем. Вот Голем. Мы залетели по двум героям. Нарзика. Фейтбол залетает также. Пытается преследовать Роджер. Роджер. Большие проблемы. Но Рамзеса в спину загрызает. Как раз таки Сидо. Есть Телекинес. Старается сейвить Рамзеса. Рамзес под Шадоу Вордом убегает. И здесь Паша уже с отличным станом врывается. Шачло все-таки пытается догнать. Но все еще не хватает урона, чтобы убить этого самого керри героя. Виртуз Про по итогу эффекты падают. Падают. Еще Арзик. Арзик тоже не будет уходить. Я задрохлю. Кошмар. И Арзик тоже должен погибать. Они шли за Рамзесом, который был под хилом и под протекцией всех своих тиммейтов. Виртуз Про в таких сражениях они великолепны. Они знают, как нужно спасать и что нужно сделать. Сперва сейвят тебя Соло, дав Телекинес. Потом тебя сейвят Нован, дав Шадоу Ворд. И потом еще и заключительно Паша ныряет и дальше тебя сейвит. Очень круто был. Выглядело. Своего керри сохранили. Из-за этого эффекты погибли. Погибают они. Опять-таки теряют четверых героев. И плюс ко всему еще и отдают Рошана. Виртуз Про, Виртуз Про. И будут бегать с Айкисом. Да, ну и преимущество растет. 7500. 15-10. ВП вновь уходит вперед. А против такого коллектива, конечно, невероятно сложно сражаться. То есть эффекты вроде бы тоже все делают грамотно. Нападают под глобал. Как и должно это выглядеть изначально. Вот просто все время чего-то не хватает. Чуть-чуть демеджа нужно добавить. Как раз и фантомке. То, чтобы она нормально критовала. С критом может кого-то убивала. Ну нету дезолятора. На самом деле на этой минуте дезолятор обычно появляется. И демедж очень сильно заходит. Она сначала вангвард собрала. А вот сейчас только в дезоль выходит. Еще голды до дезоля. И вот под дезоль под глобал тогда может уже посерьезнее будет демедж сноситься. И снайвер тоже. У него там в принципе это мы только начальный. Драгонлэндс появился. И сейчас вот в Майлстром как раз будет одеваться. Дальше в Миллнер уходить. Тоже не хватает этого дмога. Пока всего этого нету. Эффект Виртуз Про просто идут. И спокойно забирают вышки. Осталось всего лишь последнее снизу. Тир-2. Дальше только ССН заряжается. Никса подловили по центре. Но из-за предела центра успел выскочить Никс. И из-за этого его не убили. Ну и на хайграунд. Просто хайграунд. Рамзес заходит. Демедж из турки по 250. Есть Айгис. Вообще ничего не боится. И расстреливает вышку. У меня просто у Рамзеса нет желания переагрить на сатиры своего. Не терять полный хп. Если бы не потерял полный хп, он мог бы дальше стоять и бить Тауэр. Но все равно не очень комфортно, когда у тебя все лицо разбивается. Вот так вот заставили стянуться сейчас эффект. Эффект реально поверили в то, что сейчас у них просто пойдет сторона. Переметнули сюда всем составом. Вышка пострадала где-то на 60% своего здоровья. И Виртуз Про вот так вот меланхолично отступают. Меланхолики. Так, ну и вот медалька от Лила. ПТ есть, Аквила есть. Медалька появится в Солар Крест в будущем. Появится ли Аганим, интересно, в этой игре у Лила? Я думаю, он не будет даже Солар Крест собирать. Он сразу в Аганим будет выходить. Аганим нужен, но Аганим must have. Всегда. На четверке вивере. Это очень крутой артефакт. Ну, понимаешь, если тут таймлэпс не удается сделать даже тогда, когда работает глобал, то Аганим не сильно поможет. Ну, в принципе, логично. Вот умирает два Сайллсер, просто на халяву не знаешь, что он здесь сделал. Вышел просто на центр карты, что-то захотел, парень, поставить. Может, варды не законтролил своего персонажа, но как-то странно. Ну, все эти перемещения видны, конечно, для Virtus.pro. Ибо стоят шикарнейших два варда. Буквально любое смещение по центру, с верхней линии. Пожалуйста, есть информация. Сайллсер подставился. Так вот, к чему я веду? Потому что, как бы, можно и не скастовать, не успеть Аганим в Аганим. Может быть, там, покупить себе сперва какие-то, может быть, Юлл или, там, БКБ приобрести себе. Потому что не париться по поводу Глобал и покупать Аганим. Ну, Юлл такой себе, потому что, если ты себя за Юлишь, и твоего, как раз, пока ты будешь летать, какого-то из твоего персонажа могут вкуснуть. БКБ в этом плане лучше смотреть. БКБ Монта, да, или что там у нас еще сбивает, или Лотос. Ну, это Лотос, наверное, все-таки прерогатива собирать какого-нибудь Рубику, там, или Кентавру, скорее всего. Вот ему круче всех будет. Смотри, какой артефакт приобретает Нован, это Кримсон. Кримсон на команду, и, судя по всему, планирует Virtus.pro уже в ближайшем будущем подняться все-таки на хайгран к противнику и постараться. Virtus.pro, они, видишь, они, чем мне нравится, они играют нестандартно. Не шаблонно. Да, не шаблонно мыслят. А это самое главное в Доте. Если ты творчески мыслишь, то противник не ожидает от этого, и, может, как раз, ты его будешь внуждать из-за своего творчества ошибки делать. Я не говорю там про именно артефакты, я говорю именно про передвижение и так далее. Понимание игры хорошее. Вчера Угармак бегал с Кримсоном, сегодня Варлок бегает с Кримсоном, мид, мид Варлок. Они понимают, что они идут с Дроу Рейнджер давить стороны, они забирают, забирать все товара, забирать, ну, заходить на хайграунд. И, соответственно, нужны такие артефакты, как Мека, Кримсон и так далее. Это командные артефакты. Это командная игра, соответственно, командные артефакты мастхэфа, они каждый сам за себя там. Ну, и тем более в данный кредитный момент понимает Virtus.pro, что они сильнее, у них есть Aegis, поэтому действительно все ворота для них открыты. Идем по одной линии и пытаемся, в общем-то, завершить игру в свою пользу. Давайте посмотрим, удастся ли это сделать Virtus.pro в очередной раз, уже в шестой раз этих квалификаций. Итак, эффекты, конечно же, распушивают линию, стараются доформить себе свои ключевые артефакты. Дезолятор появился уже у Седова, есть Молния Афонина, Арсик все бегает с Хедреской, есть Блинку Роджера, Шачло Блинк Даггер тоже приобрел. И вот с этим набором артефактов сейчас эффекты должны будут выстоять и защитить свою базу. Я думаю, что базу будет страдать. Есть Aegis, Ramzes может не вариться. Это трудно заходить, на самом деле, на хайграунд. Aegis моментально сатрут. Просто может прыгнуть с Лордар, положить Carousel of Haze и все, там, моментально умирает. Ну, если Aegis разменять хотя бы на глобал, то после респауна у эффекта возникает... Не будет глобал кастовать, пока Aegis есть в дровке. Тогда... Ну да, ну пока отступает. Все-таки Virtus.pro решили, что не сейчас. Не сейчас, еще подождем, еще пофармим. Дровка выходит, видим, в Сильвер Эдж. Сильвер Эдж. Фантомки отключать как раз, миссер. Спасибо, да. Ну и, в принципе, исходящий урон тоже довольно полезная штука. Там в БКБ, конечно, будет выход от Седого. Рошан поедет через 5 минут. Aegis спал. Да, действительно, не успели использовать Aegis на убийство Тир-3 хотя бы. И сразу же смог активироваться. Virtus.pro решили, что давненько они уже не убивали вражеских персонажей. Пора бы эту проблему устранить. Отправлять в далекое путешествие. Вижена в чужом лесу у них не осталось. Есть лишь только чуйка у Соло. Чуйка сейчас будет работать. Если кого-то перехватить, например, Арзика в очередной раз Силенсер может подставить. Залетает Паша с Раскаса. Должны забирать Арзика. Есть там Пит. Уничтожают очень быстро Силенсер. Шачло здесь никак помочь не мог. Такой внезапный атак. Вот где-где, но Силенсер точно не мог удать, что поймают его прямо под его Тир-3. Ну вот здесь. Но Virtus.pro пошли именно туда. Конечно, возможно, Virtus.pro за счет этой атаки хотели убить одного из коров. Было бы намного приятнее убить Фантома, Ассасин, Снайпера. Подловить. Ну, попался Силенсер. Ну и ладно, тоже в принципе. Смог был не зря использован. 17-10. 23-я минута встречи. Преимущество около 10 тысяч для Virtus.pro. Никуда ребята не торопятся. Ровно так же, как и не торопится эффект. Ну и каждая из команд выбирает свой артефакт. Что может появиться такого полезного? Что вообще могут собрать эффект для того, чтобы выставить противника? Ну, во-первых, нужны какие-то... Тут БКБ сейчас хочет купить Фантомка. Не знаю, нужно ли это вообще БКБ? Ну, от голема не спасет. Да, от голема не спасется, все бьют с рук. Сол, а проблема. Крозеф есть, на Дисолс гулял. Сол, да. Ну, наша ответка Силенсеру. Ну да, тот отдался, этот отдался. Ну, вайт. Там атака, тут атака. Такое, опять-таки, происходит, когда вижена недостаточно на карте. Да, Аганим появляется у Кентавра. Вот тот самый Кентавр, который просто купил себя Аганим. Ну, вот единственное, что, конечно, это Global. Все тот же самый Global. Да, вот он у него в Сэше как раз против Global. И там лежит. Лотосорб. Будущий поезд. Но на данном этапе, конечно, если эффектам удается время действия Global Силенсера поубивать ключевых героев, таких как Кентавр, например, или Варлок, то можно выиграть так. По Варлоку фокус надо сделать определенный, как раз, чтобы големы в андене залетали, потому что и так очень сильно бьют виртуз просу рука, если он еще кинет. Банды свои, то там совсем печально будет. Там такой ДПС будет наноситься. Именно от Draw Ranger, от Вивера. Сколько там у дровки дэмэджа? По 200. 270. 280. 278 дамага. Ну, очень много, конечно. Silver Edge скоро будет куплен. Не хватает немного денег до Ultimate Orbe. Ну, и как-то верхнюю линию поддавливают, нижнюю поддавливают эффекты. В общем, игра так пока никуда и не развивается толком. Герои, конечно, собираются по ключевые артефакты. Ну, Virtus.pro будут ждать, конечно, появления следующего Рошана. Эффекты будут появления следующего Рошана, дофармливать свои артефакты. БКБ Phantom Assassin. Здесь может быть какой-то форстаф. А, медалька с ЛТС появится в будущем у Роджера. Ну, и Афонин, конечно, вот тоже очень важный элемент в этой игре. Мы вот прям совсем снайперу не уделяли внимания. Вот он и есть в игре, такой снайпер, который, по идее, должен отстреливать любого. Да, у него и Пика появился, Моя Штром, и сейчас потихонечку-потихонечку Меланир будет уходить. Нетворс у него, в принципе, порядочный. 11 тысяч. Больше даже, чем с мидами Варлока. Варлока здесь напали. Стампид был активирован. Но, вон, на развороте еще и замедлено. Отогнал замедление. Да. Не, ну, убивать, конечно, скримсингвардом Варлока через дэмэдж с руки, это, ну, невероятно тяжелое. Даже под Коррозив Хейзом. Да. Действительно, очень тяжело. Ну, аганим. Стандартный аганим для Варлока появится в будущем. Есть уже Point Booster, 1800 голды осталось до полноценного артефакта. Короче, есть еще куда развиваться персонажем Virtus.Pro, но также есть куда развиваться персонажем Effect Gaming. Будем ждать. Будем ждать. Да, друзья, напомню, параллельно, что у нас тоже на втором канале, где проходят квалификации в СНГ, сейчас идет хороший матч Spirit Comanche. Там тоже очень важная игра для Spirit, для укрепления турнирной таблицы, поэтому поглядывайте. Да, я там как раз, когда уходил, мы досматривали этот матч, там Comanche вообще камбэкали Spirit. Так что там может быть вообще сенсация. Нападение второй раз, второй раз подряд. Анет раз тампида нет. Да, и под Global SGL, Global Patriot, на самом деле, застан, мне кажется. На развороте киндавра, стан неплохо. Еще и Газ залетает по трем героям, совсем уж неприятно, и Сидой может стрелять. Голем залетает по двум персонажам, Сидой не просто не может уйти из-под Рамзеса. Под этим жутким заблюдением Рамзес сделал, Роджер, точнее, сделал телепортацию, хотел сделать. Мы сбили телекинезом, соответственно, он погибает. Ну и здесь ускоряется теперь под стампидом за Шачло, отправляется вся команда сквозь текстуры. Шачло здесь тоже погибнет, минус три. Очередной байбэк от Варлока и очередные минус три, это уже было. Это мы такое видели. Есть байбэк у Никса, есть байбэк у нас Фантом Ассасин, Слардар, только печально без байбэка. Сейчас снайпер должен раскидывать уже здесь шапнели. Так, нужно защищать, потому что с Големом уже поднимаются на хаграунд Виртус Про, глиф имеется, глиф используется, Фантомка через 17 секунд появится. Нужно ждать этого времени. Сторону потеряют, сторону потеряют. Байбэкаться не хотят, но может быть Тир-3 отходить? Да не-не-не, как у Тир-3 отходить? Нету ничего у эффектов, нету глобалы, как раз под которые они могут драться, а Виртус Про без глобала на порядок сильнее. Да, Виртус Про все прекрасно понимают, уничтожают милишный барак и вот теперь уже с чувством выполненного толка. И сверху, сверху вивер, лил, тысячу тавер добивает у нас. Ого, лил, грамотный граф, сплит пуш, пожалуйста, добирает еще Тир-3 сверху. И этого лил теперь еще и отпустят. Роджер, конечно, пытается его достать, дает коррозию в кейс. Он догонит, он догонит его, он догонит лилу. Есть таймлэпс. Есть сплинка у Роджера? Таймлэпс, таймлэпс, смотри. Лил играется с Роджером. И Роджер думает, напасть или не напасть. Нападает по итогу. Здесь шачло, подкоп, попадает по таймингу, моноберн. И таймлэпс все-таки использует лил, шикучек, карапейс. Стоит пока на месте, ставится в центре вард. О-ой-ой-ой, неудачный крашек. И лил дальше продолжает бегать. Сколько же времени выигрывает сейчас лил. Правда, пока команда его ничего не делает. Вот очередной карапейс, убегает лил, разворачивается по те же самые центры. И наконец-таки его подловили и убили. Сколько лет он там бегал? Много времени выиграл. 12 лет рабства. Ну, и самое-то главное, что Тир-3-то он разрушил. Тир-3 разрушил. Просто взял и уничтожил. Сейчас Рошан. Появился Рошан. Можно как раз при появлении лила выход на Рошанчик быстро сделать. И просто пойти на топ, а там уже Тауэр нету. Под Аегис будет легко заходить как раз на хэграунд. На ситуацию становится критической для эффектов. Камбэча тяжелее с каждым разом, с каждой минутой. БКБ все еще нет у Седо. Вот эти смерти, конечно, явно не влияют на то, чтобы он быстрее покупал себе свои артефакты. Скорее наоборот. Ну и БКБ также собирается прикупить себе Рамзеса. Посмотрите, что делает эффект. Они сами нападают Рошана. Отлично. Под коррозией в Кейзе можно очень быстро его уничтожить. И Виртуз Пром... Если снайпер будет бить, то они его быстро уничтожат. То снайпер не хочет туда заходить. Виртуз Пром знает. Не хочет полить. Да нет, снайпер надо заходить было. Виртуз Пром не знают, как раз таки, что они там бьют. Там не отвижено вообще никакого Виртуз Пром. Не знаю, почему Афон не хочет заходить. Просто все дома оставляют убийство Рошана. Вот сейчас Курьер может спалить. Видишь, Курьер куда идет? Курьер, да, может спалить. Да, все, они теряют Рошана. Просто на халяву. Очень крутое решение от эффектов. Отлично. Здравый выход такой. Сыграть на опережение. Поймать противника на этом моменте. Что с Айекисом будет теперь? Может быть, Виртуз Прой побояться. Ну, хотя, я думаю, что вряд ли побояться. Блокенбар Фантомка. Да, БКБ готово. Тут у Паши скоро будет уже готовый Лотос Орб. Что по артефактам, в принципе, Лил. Да, Вагоним будет выходить. Все правильно, после Соллор Креста. Осталось там буквально 1000 колды. Ну, и Глобал Сальт, видимо, не совсем смущает. Грамзес также имеет Ливер Эдж. Ну, там тоже собирался приобретать себе БКБ. В принципе, осталось там около 400 колды. Так, а кто взял Айекис? Да, это лагает, лагает тут вот статистика. Фантомка, точно, да. Здесь, наверное, не отображается, это Айекис. Бак. Давно уже, говорит, этот Бак. Василия исправит, она не справляется. Роджер, теперь они нападают. Очень быстро встречают под газ. Еще и Стамбит активируется. Рамзес расстреливает, делает год лайк. Седой здесь, под замедлением Ипажа. Второй волной атаки. Что же насчет БКБ-то? БКБ будет после Айекис активировано, судя по всему. Ну, возможно, среди пятерки. Как они так умудряются? Как они так напали? Что это за бред вообще? Опять на простом месте эти киллы происходят. БКБ, а куда бежать-то? Куда бежать? Седой, прыгать к своим тиммейтам, Шачло помогает. Двух героев он подстанил. Седой под БКБ, с Афониным вместе сваливает. Человек, которым подстанил, может... Ник должен умирать. Да, он, скорее всего, подставится. Сам. Даггер, отлично. Забили на него. Ломаешь райн. Да, Тир-3 снизу уже упала. Не Тир-3, а сторона целая с именишным бараком. Там Реджо Барак оставался, он тоже пострадал, мы видим. Пока крипы его... Рано или поздно упадет, он не регенится-то. Ну, опять, четвером идти по центру, а Лил по топу, да? Так будем работать. Или Рамзес по топу? Кто-то должен идти по топу, ломать бараки. Ну, не, просто минут хотят. Не, 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 смотри, 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 Рамзес идиот. Легких путей не ищут, как говорится. А, вот он взял, оп-оп-оп-оп-оп, големчик пошел. Так, 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 есть вижен, есть информация. Зашел, пострелять, пострелять. Парак, Ренджо, все правильно. И, правда, здесь пошла атака, такая неприятная по Рамзесу. Кримсон активирован, есть глобал. А вы за глобал успеете ли убить? Есть форстаф, Рамзес БКБ активирует, и все, глобал потрачен. Теперь на развороте, голем залетает, трех героев останавливает. Соло дальше, крашем, ворованным. Паша, Соло, залетает у нас своим станом. Как же скомбинировали здесь здорово Соло и Паша. Трех героев уничтожили, Афония сразу же делает байпбэк. Бараки падают также по верхней линии, остается только центр. Ван Даби какой вообще зашел, банды зашли по пяти персонажам. И там кто-то сбоку стоял, кто, по-моему, снайпер. Опять, ты посмотри, что делает Соло. Залетает и с крашем ворованным инициирует. Тут же газ залетает, Афонин падает. Гуд гейм, велплейт, очередная победа в Виртус Про. Вау, как же здорово играют в ВП. Туша радуется, когда наблюдаешь с такими матчами. Гуд гейм, велплейт. Очередная, внеочередная победа в ВП. И эффект зарабатывает свое поражение. Кстати говоря, тоже очередное. И продолжают они свой лдус стрик. Сейчас мы можем подвести промежуточные итоги, чтобы дать вам знать, какая ситуация на данный момент после этого раунда. Посмотрим пока на статистику. Статистика вот такая. В общем, вполне себе говорящие цифры. Кто сколько нафармил, кто что сделал. Да, но Ван, может быть, где-то по накопленным деньгам уступает другим коргероям. Но все-таки надо учитывать, что два байбека он сделал. И тем не менее, два байбека, в принципе, приходились в пору Виртус Про. Потому что за счет этих байбеков они выигрывали драки. Это было действительно очень круто. Ну и его вот показатели урона, 14 тысяч дэмэджа, больше чем Рамзес, нанес этот самый варлок. Эффектом было, откровенно говоря, очень сложно сражаться. Всем сложно сражаться против Виртус Про. И это действительно то.